я в стамбуле уже чуть больше недели хочу вам рассказать что я успел сделать за это время и куда потратил дохрена денег все полезные ссылки будут в описании возможно эта информация кому-то пригодится будет полезный с вами никита брюнов из дерева продакшн поехали будучи в россии я забронировал на букинге отельчик 7 hotel недорогой отельчик центре стамбула праве не хватит нас все приветствуют естественно на букинге расплатиться карты невозможно я написал в отель что я расплачусь наличными когда прилечу но пока я был в небе они отменили мою бронь о чем я узнал когда приземился в аэропорту там есть возможность подключиться к бесплатному вай фай и я зашел в переписку и увидел что все броня отменена что делать но я им все равно написал что я все равно приеду к вам они мне кстати предлагали трансфер от аэропорта до отеля за 60 евро но в итоге я уехал на такси за 30 долларов конечно дешевле было бы на общественном транспорте но был вечер я был уставший не было времени разбираться как пользоваться метро или метробусом или автобусом в общем 30 долларов я доехал до отеля спросил какого художника они отменили мою броню сказали ссори но все занято в общем не смогли связаться со мной что логично потому что я был в небе а менеджер попытался позвонить еще в три отеля но все были переполнены тогда я срочном порядке забронировал еще один номер в отеле совсем недешевым но поэтому там и были места кран плаза тоже недалеко от этого же отеля в центре города в пойти районе и обошелся у меня за три ночи в 430 долларов то есть 25 тысяч рублей за три ночи единственный плюс в этом отеле там включен был завтрак а так отельчик так себе на самом деле и поселили меня в номере в котором был бит из окна прям стену но я заселяться ночью я этого не видел с утра я был приятно в кавычках удивлен такому виду вообще если говорить про еду и да здесь два раза дешевле но если взять вот обычную корзину что я покупаю овощи фрукты куриную грудку яйца макарошки что-то к чаю чем я это в россии тратил где-то тысячу полторы рублей здесь это стоит 200 250 лир это 600 700 рублей вот так вот интересно конечно самая большая статья расходов это жилье особенно сейчас она выросла в цене в два раза конечно стоимость варьируется от вида жилья срока условий многих параметров зависит но примерно цены такие если говорить о комнате это 3-5 тысяч лир а если говорить о квартирах то там предела потолка нет но я вот еще варианты 1 плюс 1 это типа двухкомнатная квартира стоит она в районе 12-15 тысяч вера в месяц школьники идут на экскурсию привет питерским школьникам которые в эрмитаж ходят тут вот тоже в местный эрмитаж для поиска жилья изначально использовал telegram там есть достаточно много групп типа стамбул жилье ссылки я оставлю в описании но в итоге остаемся на сайте сахи бендин это типа местная авито там есть варианты квартир от собственника ну и конечно от агентства же есть но какие нюансы если вы берете от агентства вам обязательно будет заплатить как минимум два депозита это два месячных платежа комиссию 12 процентов годовых и как правило контракт договор на арену заключается на год с минимальной оплатой за за первые шесть месяцев то есть если скажем жилье стоит в районе 12 тысяч лир то вам как минимум 300 тысяч рублей нужно будет отдать вот при заключении договора и не факт что вам в итоге понравится жилье если вы захотите съехать там через какое-то время то вполне вероятно что вы депозит потеряете поэтому я искал квартиру от собственника и в итоге нашел вариант помещенной оплаты без депозита 13 числа я туда должен заселиться потом вам расскажу как все прошло получилось не получилось надеюсь все будет хорошо потому что предоплату я внес потому что сейчас там живут люди ну 13 они съезжают и я заезжаю и принципе на сахи биндин можно найти там мебель недорогую товары какой-то первой необходимости там телефон если надо в общем это авито ничего принципе сложного нет ссылку я оставлю разберетесь я думаю если надо будет да еще есть вариант жилья поискать жилье на airbnb но там также как и на букинге наши карты не работают но даже эти турецкие карты тоже не работают однако можно написать собственнику не напрямую потому что airbnb отслеживает чтобы платежи были именно по карте а намекнуть ему что хорошо было бы расплатиться каким-нибудь другим способом не обязательно картой и дальше уже в мессенджерах вы будете переписываться и обсуждать вопрос оплаты наличными мне повезло с airbnb вот сейчас я живу в квартире которая также предлагается на airbnb но мне повезло в чем уже на второй день пребывания стамбуле я нашел в группе стабу работа небольшую подработку съемку недвижки и владелица оказалась наш человек очень приятная очень отзывчивая люба и она мне помогла найти на airbnb вариант жилья со скидкой на вот время пока я не найду постоянное жилье я снял получается квартиру за 75 долларов в сутки на две недели то есть это 1050 долларов да это не дешево но это в два раза дешевле чем в отеле crown plaza в котором я жил до этого главное теперь заселиться в основное жилье которое будет мне обходиться 800 долларов в месяц на длительный срок конечно это тоже нифига не дешево но вот что делать пока так и кстати следующий вопрос это вопрос внж очень важный турции можно снять жилье под внж это должен быть длительный срок и скорее всего это агентство как я уже сказал это дорого и вот всю неделю я искал варианты именно под внж но это сделать как-то сложно потому что не все районы подходят как правило они удалены от центра и всегда какие-то сложности с этим но есть юридические конторы которые занимаются внж под ключ я воспользовался услугами одной из таких контор 13 числа у меня рандеву это встреча с представителями в общем тех кто будет заниматься пропиской моей обошлось мне это в 6 500 лир надеюсь все будет хорошо пока подробности не могу сказать пальчики крестиком надеюсь все сложится ну и потом расскажу получилось или нет внж на год вообще есть варианты конечно ускорить получение ванжета купить недвижимость или проинвестировать в экономику 400 тысяч долларов пожалуйста у кого есть залежалась где-то в карманчике 4000 баксов то вам дадут внж в ускоренном порядке вопрос работы также очень непростой еще везде где можно в телеграме и в linkedin и в сети пока есть несколько вариантов возможных но ничего конкретного бара 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 ба как только что-то появится я вам расскажу обязательно на трафик стамбуле совершенно сумасшедший поэтому нужно быть всегда очень осторожным могут убить и водители машины мопеда самоката просто кентрикши чем тут полный дурдом с трафиком совершенно безумный итак сколько я потратил в итоге уже денег за неделю чуть больше недели в стамбуле давайте считать прямой билет до стамбула 107 тысяч рублей такси 30 долларов ну 1800 три ночи в отеле 430 долларов это 25800 турецкая симка кстати турецкая симка 400 лир это 1200 рублей две недели в квартире от airbnb это получается 1050 долларов 63 тысячи рублей даже голос пропал 63 тысячи рублей вопрос в инже 6500 лир это 20 тысяч рублей примерно всего 218 тысяч 800 рублей за неделю с небольшим а ну я еще заработал 2000 лир то есть минус примерно 6 213 тысяч рублей много это или мало пишите свои вопросы в комментариях не забудьте поставить лайк этому видео подписаться на мой канал как вы понимаете сейчас это очень важно деньги мне сейчас очень нужны поэтому становитесь спонсорами моего канала будут какие-то плюшки дополнительные для вас ну и в принципе не теряйте с вами был никита брюнов из дерево продакшн всем мира и добра горе через что означает увидимся или хочет колын до свидания на кстати про метро очень удобно пользоваться им ну и в принципе и метробусом в общем транспортом который ездит по рельсам особенно под землей потому что пробок нет и если у вас един если у вас есть единая карта вам нужно будет сделать вот такую вот карточку и по ней можно по единая карта для всего общественного транспорта получается очень даже бюджетно около четырех лир сейчас прокачу вас и 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 вот мы на площади так всем а Да, и отсюда до дома где-то 10 минут ходьбы по живописным булочкам Стамбула. Ну, вроде все, все что хотел рассказал на сегодня, если что-то еще появится, это уже в следующих выпусках. Турцы очень любят кошечек, собачек, тут их очень много на улице, поэтому всегда нужно быть внимательным и смотреть под ноги, что очень много какашек. Субтитры сделал DimaTorzok